Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале Мы в Испании. Сегодня в этом ролике мы сравним два вида вложения в бизнеса. То есть два вида бизнеса в Испании. Это вложение в недвижимость здесь, на побережье Испании. И второй вид бизнеса – это вложение в строительство солнечных плантаций. Почему я решила записать для вас этот ролик? Был очень бурный комментатор под одним из наших видео. Он говорил, что это невыгодно строить солнечные плантации. Что недвижимость – это гораздо более выгодно. Это настоящие инвестиции, они более перспективные. И вот сегодня мы подойдем к этому вопросу не просто как эмоциональные зрители, эмоционально рассуждая на эту тему, а давайте подойдем с точки зрения экономики все-таки. Мы рассмотрим сегодня плюсы, минусы, риски и сделаем некоторые выводы. Так какой же вид бизнеса нам вкладываться на сегодняшний день в Испании? В недвижимость, либо в строительство солнечных плантаций. Давайте разберем все по пунктикам. Давайте вначале рассмотрим вложение в недвижимость. Пройдемся по плюсам. Какие же здесь есть плюсы? Подошла я с точки зрения экономики. Я уже говорила, что я когда-то изучала экономику, поэтому в принципе все лежит на поверхности. Не будем поддаваться своим эмоциям, будем объективно относиться к этим вопросам. Итак, какие же плюсы? Из плюсов, если вы вкладываетесь в недвижимость, это может быть стабильный доход от аренды. То есть да, может быть в той или иной локации высокий спрос на недвижимость, на именно аренду недвижимости. Это вот из плюсов, особенно в туристической зоне. Мы не говорим сейчас про брошенные какие-то городочки, не говорим про депрессивные места, неликвидную недвижимость. Второй пункт – рост стоимости недвижимости. Вот нам написал наш комментатор под одним из видео, что он за 5 лет может вырасти на 50%. Я здесь не совсем соглашусь. Есть недвижимость, которая падает в цене, есть недвижимость, которая немножечко растет, но по нашему опыту не на 50% далеко. Но если вы покупали, скажем, 10 лет назад за 100 тысяч, то теперь это может быть 120-140 тысяч, ну вот считайте сами. То есть это явно не 50% и явно не каждая недвижимость. Но тем не менее, одним из плюсов может быть рост стоимости недвижимости. То есть потенциал увеличения стоимости все-таки присутствует в зависимости от локации, от вида недвижимости. Вот это второй плюс. Ну и поскольку мы с вами люди грамотные, изучаем экономику или изучали экономику, будем оперировать словами, которые действительно приняты в этом экономическом сообществе. Ликвидность. Так вот, недвижимость, можно сказать, что она еще обладает следующим плюсом, это ликвидность, в случае чего, в крайнем случае, недвижимость всегда можно продать. Опять-таки, если это не является какой-то невыгодной в депрессивном регионе, в разрушенном виде, с проблемами, с обременением, то, что будет очень-очень сложно, от чего избавиться. Поэтому я говорю сейчас про среднестатистическую недвижимость. То есть, в принципе, четвертое преимущество, четвертый плюс – это ликвидность. Возможность реализовать ее в случае необходимости крайней. Ну, теперь давайте пройдемся по минусам, связанным с бизнесом, по приобретению недвижимости. Это, в принципе, первый минус – это дорогие затраты. То есть, купить хорошую, качественную недвижимость будет достаточно дорого здесь, на побережье Испании, допустим, юг, юго-восток. Мы же это рассматриваем, потому что здесь как раз туристический хороший кластер такой, и здесь можно сдавать хорошо недвижимость в аренду в туристический сезон. Так вот, недвижимость здесь, в принципе, сейчас приобрести от 250 и выше, если это домик 750 тысяч, миллион, полтора, два до бесконечности, достаточно дорогой вход в приобретение хорошей, качественной, ликвидной недвижимости, которая будет действительно привлекательна для туриста. Для туриста привлекательны это море, это хорошая локация, это инфраструктура, магазины, шоппинг, рестораны, развлечения и так далее. То есть, дорогой вход в эту сферу. Второй минус, если вы приобретаете недвижимость для сдачи, соответственно, в аренду, это затраты на ремонт и обслуживание, то есть, такие операционные расходы, постоянно нужно будет что-то обновлять, делать какую-то реанновацию. В общем, я не буду на этом задерживаться, но обслуживание и ремонт недвижимости всегда тоже есть такой вот минус, потому что люди относятся к недвижимости не к своей, а к арендованной по-разному, соответственно, возникают какие-то проблемы. Проблемы могут быть как косметического характера, так и, в принципе, различные, более сложные, там и мебели, и все такое прочее. То есть, вот это минус, потому что постоянно недвижимость может выходить каким-то образом из строя, и может быть что-то случится, и вам придется закрыть, не сдавать, а заниматься ремонтом. То есть, минус – это все-таки затраты на обслуживание. И ремонт содержания недвижимости в хорошем состоянии требует больших капиталовложений. Согласитесь, мы не хотим снимать разбитую какую-то недвижимость, дом, страшную недвигу какую-то, а мы хотим хорошее качественное жилье в шаговой доступности от моря или океана, чтобы рядом были магазины, вот такие замечательные парки развлечений, прогулок и рестораны. В общем, затраты на содержание недвижимости будут достаточно ощутимы. Третьим минусом является все-таки, я думаю, вы со мной согласитесь, зависимость от туристического сезона. Потому что сдавать на длительный срок – это значит все-таки получать гораздо меньше прибыли, потому что это будет действительно дешевле ежемесячная стоимость аренды. Если вы сдаете на длительный срок, у нас здесь на нашем жарком, теплом юго-восточном побережье Испании 3-4 месяца максимум длится туристический сезон. Сейчас май что-то начинается, июнь-юль-август, в сентябре тоже будет плавно уже завершаться. То есть 4 месяца, и здесь мы только зависим от туристического сезона. Когда была пандемия, все встало, остановилось, вообще не было туристов. Какие-то испанские отдельные туристы, они сразу же пересели на автокараваны и стали вот так путешествовать. То есть вот эта аренда, она остановилась. Я думаю, что все, кто сдавал в аренду в тот период, почувствовали упадок. Отели, апартаменты, кто-то перепродал, отели закрывались. То есть вот этот сектор экономики, этот бизнес, он зависит от туриста, от ситуации на туристическом рынке. Ну и, конечно, сезонность, это тоже, как я уже сказала, один из минусов. Плохая погода, люди отказываются от аренды. Что-то происходит тоже. То есть все, мы зависим от туриста. Нет туриста, нет прибыли. Вот как-то так. Следующее мы с вами перечислим сейчас риски. Поскольку мы сейчас рассматриваем тему приобретения недвижимости, сдачи в аренду как бизнес, то при бизнес-планировании обязательно нужно просчитывать риски. Вот риски в данном бизнесе тоже существуют. Я выделила несколько, я вам сейчас их расскажу. Первый риск – это изменения на рынке недвижимости. То есть они могут присутствовать всегда. Я не буду впадать в подробности, но, в принципе, здесь может быть изменение цены за квадратный метр, более привлекательное, что-то непривлекательное. То есть то, что вообще не зависит ни от туриста, ни от владельцев недвижимости. Меняется законодательство, увеличивается налог, растет. Или еще какие-то вещи. Помимо того, что сдавать в аренду нужно, получать соответствующую лицензию. И это очень важно, потому что иначе можно без лицензии получить огромные штрафы. И либо через риэлторов сдавать, у которых есть лицензия на право заниматься арендной деятельностью. Кроме того, законодательство может все-таки меняться. Никто не знает, в какую сторону это будет двигаться. Поэтому вот этот риск, этот минус, он всегда присутствует. Вот эти изменения на рынке недвижимости, они могут влиять на спрос, а также могут влиять на вашу доходность. Это тоже один из рисков, которые нужно обязательно просчитывать и учитывать. Второй риск обязательно учитывать экономическую нестабильность. Ситуация такая сейчас неоднозначная, что нужно учитывать все практически. Начиная с момента, когда была пандемия, и сейчас все геополитические моменты, они, конечно же, влияют еще и на мировую экономику. Так вот, мировые кризисы, они также могут влиять на рынок недвижимости, они могут снижать привлекательность здесь, спрос на саму недвижимость, и также могут снижать спрос на аренду недвижимости. Ну и цепочкой уже тянется ваша доходность и так далее. Третьим риском я еще выделила всякие катаклизмы, связанные с природой, наводнения либо землетрясения. Все-таки землетрясения присутствуют, вулканы мне Алексей подсказывает. Да, вот на Канарских островах, если вы там приобретаете, там риск, огромный риск извержения вулкана. Ла-Пальму, я думаю, все помнят, было совершенно недавно такое извержение. Тенерифи тоже имеет, и Гран-Канария, и Лансароти, на котором мы были, они все имеют спящие вулканы. Это действительно вулканические такие острова, поэтому риск извержения там присутствует, это надо учитывать. Здесь же у нас регионы есть, где проходят землетрясения. Были годы, когда и Тривех в 1829 году была полностью разрушена, и прочие какие-то города в Гранаде там потряхивают регулярно. Учитывать этот фактор тоже нужно, смотря где будет построена недвижимость. Конечно, это не каждый день случается, но, дорогие друзья, никто ничего не отменял. Наводнения. Также 5 лет назад мы видели Готафри, были затоплены разные и дома, и участки, и гаражи. То есть риск затопления тоже присутствует в каких-то локациях. Это действительно не смешно, и это действительно важно. И нужно также учитывать, смотря где вы приобретаете недвижимость, смотря в каком регионе, районе, местности. То есть вот эти природные факторы, это тоже является, в принципе, риском, достаточно таким ощутимым. Срок окупаемости в среднем на рынке 10-15 лет. Может быть, где-то быстрее. Но я рассчитывала на примере нашей недвижимости, даже недвижимости знакомых, которые сдают в аренду. Я знаю стоимость аренды, стоимость недвижимости, рассчитала окупаемость. Получается даже более 10 лет, при том, что наша недвижимость, например, новая, если бы мы сдавали ее в аренду, по той цене, по которой сдают в этой локации, мы бы больше 10 лет, у нас была бы лет 13, у нас была бы окупаемость. Поэтому тоже нужно учитывать 10-15 лет срок окупаемости недвижимости здесь, можно сказать, в туристических южных регионах Испании. При этом, опять-таки, нужно знать стоимость недвижимости, стоимость аренды. В общем, все это рассчитать достаточно просто. Ну и доходность. Вот доходность вообще 3-5% годовых от сдачи в аренду. Хотя я слышала, что риэлторы говорят 5-7% годовых доходность. Видимо, они усредняют эти цены. Но при этом я считаю, что тогда срок окупаемости при таком проценте достаточно высокий. Опять-таки, более 10 лет. И насколько я знаю из экономических разных основ экономики, то срок окупаемости более 10 лет – это достаточно непривлекательная, в принципе, может быть, сфера. Но здесь нужно окупаемость рассчитывать. Все очень, мне кажется, индивидуально. Есть средние цифры. Но вот средние цифры говорят о том, что срок окупаемости 10-15 лет, доходность 3-5% при учете роста стоимости недвижимости 7-10%. То есть здесь уже цифры такие, я думаю, вам понятные и ясные. Вот это все, что касательно бизнеса недвижимости. Теперь приступаем к следующему. Это бизнес по строительству солнечных плантаций. Солнечные плантации. Давайте тоже начнем с плюсов. Выделила несколько плюсов, минусов, рисков. Потом мы подведем итоги. Первый плюс – это то, что солнечные плантации, они производят чистую энергию. Сейчас это очень важно и актуально. И это соответствует мировым таким тенденциям, трендам. То есть вот эта чистая зеленая энергия, она называется зеленая, поэтому производится солнечными плантациями. То есть это очень актуально, это очень перспективно, это как бы в духе времени. Вторым плюсом в строительстве солнечных плантаций мы выделяем стабильный доход. В случае, если это все-таки продажа произведенной электроэнергии по фиксированным тарифам. То есть в этом случае стабильный доход обеспечен, несмотря на какие-то мировые тенденции на рынке, вот продажи оптовой электроэнергии, тем не менее это никак не влияет. То есть у вас есть какой-то свой план продаж по вот этому фиксированному тарифу, и вы постоянно получаете свою прибыль. Это не зависит, в общем-то, вы понимаете, ни от каких-то катастроф, ни от каких-то повышений цен, понижения цены, ни от каких-то других законодательств. То есть, в принципе, если вы подписали такой договор на такую продажу электроэнергии, то по этому фиксированному тарифу вы получаете прибыль. То есть это не зависит ни от туристического сезона, ни от времени года, ни от погодных условий. Все это достаточно фиксировано. Третий плюс – это низкие эксплуатационные расходы. То есть после установки солнечных плантаций у вас расходы на эксплуатацию значительно низкие. Еще одним плюсом является то, что при строительстве солнечных станций есть налоговые льготы. Я не буду впадать в подробности. Дорогие друзья, если вас интересуют, какие налоговые льготы, пишите в комментариях, и, возможно, мы подробнее на этом остановимся на нашем втором канале ГЭС Электро, где тема посвящена вся зеленой энергетике. Здесь мы рассуждаем немножко о другом. Вот на этом плюсы по строительству солнечных плантаций я вам перечислила. Сейчас мы будем говорить о минусах. Значит, какие минусы, дорогие друзья, есть при строительстве солнечных плантаций? Первый минус – это высокие первоначальные вложения могут быть. Вы понимаете, то есть вы инвестируете в строительство, в оборудование, которое нужно для строительства. То есть вот там ценник может быть разный абсолютно, достаточно, скажем так, не совсем маленький. Поэтому все-таки я это как минус учитываю, что нужно иметь достаточно хорошие, приличные инвестиции. Второй минус – это даже не для нашей Испании, но все-таки погодные условия. Производительность на солнечных плантациях, выработки солнечной энергетики, зависит от погодных условий, то есть от солнечных дней. Здесь я это так объективно притянула сюда, но на самом деле для Испании это, в общем-то, не проблема. Вот для наших вот этих регионов солнечных, у нас тут, наверное, 360 дней в году солнца, поэтому это такой для Испании условный минус. Ну, мало ли там перемена климата, но на данный момент, в общем, это к Испании не имеет отношения. К каким-то другим регионам – да, поэтому я его здесь указала. Третий минус – ну, тоже такой, знаете, условный, необходимость большой площади земли. Надеюсь, вы понимаете, да, дом можно построить на гораздо меньшем объеме площади земли, да, а дом пятиэтажный можно еще меньше, то есть площадь земли одна, а квартира, ого, сколько, то есть тут гораздо меньше. Для солнечной плантации нужна уже гораздо большая площадь земли, плюс поиск земли, различные согласования, то есть здесь нужно тоже много факторов учитывать, экологические факторы и так далее. Там флора, фауна, в общем, много-много, очень много разных нужно учитывать факторов, поэтому тоже создает определенный минусик. Минусы в моем списке – срок службы оборудования. Необходимость замены различных компонентов, такие как солнечные панели, инверторы, то есть их срок службы где-то 10-15 лет, но тоже создает определенный минус. Давайте пройдем по рискам, связанным со строительством солнечных плантаций. Риск первый – это технологические риски. Может что-то устаревать, требуется модернизация, какие-то изменения. Записываем, как вот такой риск все-таки присутствует. Второй риск, если вы не на фиксированном тарифе, то может быть такой регуляторный риск, то есть изменение государством, тарифов тоже может повлиять как-то на прибыльность вашего бизнеса, на получение доходности. Поэтому вторым риском записываем регуляторные изменения. Так, с плюсами и минусами разобрались по строительству солнечных плантаций, с рисками тоже теперь срок окупаемости и доходность. Срок окупаемости нами просчитан, в том числе и нами, хотя я беру такие средние тоже оценки по этому бизнесу. Срок окупаемости в среднем 6-7 лет. 6-7 лет, вот такая цифра. И доходность составляет 12,6% в годовых, в год. То есть вот, дорогие друзья, прошлись по плюсам, минусам, рискам окупаемости и доходности. Подводим черту. Дорогие друзья, давайте теперь сравним оба вида бизнеса по покупке и сдаче в аренду недвижимости, по строительству солнечных плантаций. Мы видим, что и тот, и другой вид бизнеса требует больших капиталовложений. Но все-таки, если вот как бы более глубоко проанализировать, то на наш взгляд, все-таки строительство недвижимости или приобретение хорошей недвижимости, привлекательное для туриста с точки зрения бизнеса, все-таки здесь требуется гораздо больших капиталовложений, нежели строительство солнечной плантации. Опять-таки, все это индивидуально, но если рассматривать это как бизнес, не как квартиру, которую мы там сами останавливаемся, потом сдаем, а как бизнес, несколько объектов недвижимости, которыми мы приобретаем лицензию, сдаем, то, конечно, туда вложений может быть больше, потому что сейчас можно купить квартиру на нашем побережье от 250 и выше 1000 евро, соответственно. Так что считайте. По поводу доходности. Недвижимость может предлагать стабильный доход, если вы сдаете на длительный срок, но цена будет, конечно, арендной платы ниже. Либо доходность будет зависеть в этом секторе от сезона, от сезонности и от того, что происходит на туристическом рынке. В то время как продажа электроэнергии на оптовом рынке, от производства электроэнергии на солнечных плантациях, при условии фиксированного тарифа у вас будет доходность постоянная. Она будет по этому фиксированному тарифу, независимо ни от сезона, ни от каких-то мировых изменений цен. То есть у вас прогнозируемый здесь доход на сдачу в аренде. Доход может быть непрогнозируемый, абсолютно изменяемый. Хотя и там, и там можно получать все-таки какой-то доход, но размеры этого дохода могут быть различные. Ну, срок окупаемости, я вам уже сказала, то есть где-то недвижимость, это где-то лет 10. Вот на примерах наших, конечно, я на наших, то есть больше, да, 13. В некоторых местах 15. Если это не ликвидное вообще в депрессивном районе, там вот эти недорогие домики где-то, что-то, где непривлекательно туриста, то там может быть и 20 лет. Ну, мы сейчас будем говорить о том месте туристическом, где вот сейчас квартира продается 250 тысяч евро, например. Ну, вот, как бы, многие их приобретают для сдачи в аренду, поэтому посчитайте. Ну, в целом, в среднем мы посчитали лет 10, а в то время как солнечные имплантации 6-7 лет. Вот, ну, вот так вот. В целом, дорогие друзья, выбор того или иного вида бизнеса, чем заниматься тем или другим, то, что мы сейчас вот проанализировали в этом ролике, зависит от личных предпочтений инвестора, от возможных рисков. То есть вы анализируете риски, вы считаете, что для вас приемлемо, что нет, и также от уровня доходности, который вы ожидаете. То есть вот эти, наверное, три параметра нужно держать в голове, выбирая тот или иной. Мы бы выбирали с Алексеем диверсификацию, то есть не зацикливаться на каком-то одном виде бизнеса, вкладывать все туда, то есть не класть яйца в одну корзину, а распределять свои финансовые потоки, учитывая, в принципе, различные тенденции, учитывая мировую такую экономическую ситуацию, учитывая новые какие-то возможности, просчитывая плюсы, минусы, риски, доходность, вот эту и окупаемость, все это, подвести какой-то итог и вложить в различные виды бизнеса. Причем чем их будет больше, тем, наверное, лучше, потому что в случае какого-то кризиса в одной сфере бизнеса, вы можете перераспределять доходность из другого бизнеса своего и таким образом не стать банкротом. То есть я бы диверсифицировала, я бы вкладывала в различные, инвестировала в различные виды бизнеса, наверное, как и в недвижимость, так и в солнечные плантации, потому что и там, и там можно получать прибыль, если приобрести правильную недвижимость и простроить правильную плантацию. И там, и там это будут считаться инвестиции, и там, и там вы можете получать доходность. Другое дело, какую доходность вы ожидаете от того или иного вида бизнеса и так далее. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Думаю, что надо рассуждать не эмоционально, а опираясь на экономические знания, всегда притягивать свой ум, какие-то аналитику с рынков и опираться на экономические знания, и тогда уже делать определенный вывод, а не вестись на свои эмоции. Поэтому я вам всем желаю прежде всего грамотных инвестиционных вложений, развития вашего бизнеса, абсолютно позитивного, наверное, общения в такой деловой среде, коммуникаций, партнерства, хороших взаимоотношений. Ну, как всегда, здоровья, счастья, позитива. А мы встретимся вновь на нашем канале. С вами была Татьяна и Алексей за кадром. И наш вот такой вот ролик. Куда же проинвестировать все-таки в недвижимость или в солнечные плантации? Затем желаю добра. Адьос, амигус, увидимся вновь. Чао, пока-пока.